Малик Что же мне делать, о сын моей матери? Поражение сломало мне хребет Пленение наших женщин и детей Разорвало мне душу Воистину тебя наставлял дурай, сын Сумма Ты отверг его совет? О, какой я безумец Который не принимает мудрость старца видавшего виды О, горе мне от моей гордости и страсти Я причина всему Я потерял все И я этому причина Мы потеряли, ты прав Однако не все, о Малик Твое войско еще цело А что мне делать с пораженным войском? В дальнейшем будет польза И ты будешь находиться в Таифе Где крепкие защитные стены, о мой брат Только пойдем к Карибу, сыну Асвада Я думаю, что нам лучше поступить именно так Идем Твое войско ждет тебя, о Малик Идем Идем, о Малик Приветствую тебя, о Букутада Какие у вас новости? Ведь руководитель не обманывает своих людей, не так ли? Нет никакого сопротивления почти до Таифа В чем же тайна всего этого? Моя задача была разведать пути Если ты пожелаешь, то я разведаю и дальнейшую ситуацию Конечно же я хочу Мы не пойдем вперед, пока не узнаем тайны нашего врага Вперед, идите Двигаемся, о войны Открывать Двигаемся, о войне Двигаемся, о войне Где ты был до сих пор? Как видишь Я вернулся униженным и пораженным Не может быть, чтобы тебя унизили, о Малик Пожалуйста, присядем Мухаммад идет по нашему следу Он идет в Таиф Он близок к нам Ближе, чем наша шейная артерия Проклятие, с какой скоростью двигаются эти люди? Эти люди передвигаются, как те, кто хочет победить Я вам говорил, что Мухаммад опасен У него такая сила, которую ранее не знали на арабском полуострове Готовьтесь хорошенько А вы этого не сделали Человек в печали у Субая Женщины и дети пропали Кто-то умер Давайте решим, как быть дальше Да Посмотрим, что делать дальше Опасность грозит и нам Мухаммад нападает на нас в наших домах Что же нам делать? Да, что же нам делать? Выйдем им навстречу или останемся в укреплении Я думаю, что Мухаммад победит Мы побежденные Как же побежденный выйдет против победителя? Это правильная мысль у предводитель В таком случае мы остаемся в укреплении Вот мы и дошли до развилки дорог Между селами Набх и Садыра Какой дорогой пойдем? Подойдем к Таифу спереди или сзади? Посланник Аллаха говорит Чтобы неожиданно напасть на Таиф Идите сзади, о Халид Слушаюсь и повелюсь посланнику Аллаха Вперед, о воины, вперед Здесь отремонтируйте А там укрепите эту башню Я не хочу, чтобы там оставалось слабое место Мы уделим основное внимание передней стороне Нет, мы будем уделять внимание и передней, и задней стороне Мы ведь не знаем, с какой стороны появятся Мухаммад и его сподвижники Сейчас же начинайте укрепления Пусть их не отвлекает ни темнота, ни сон Давайте, мужчины! Начинайте работу! Я думаю, что нет нужды бояться За главные ворота и стены крепости Они не пробьют их никогда Кроме задней стороны Нет, Малик Мухаммад придет только с передней стороны Таифа Мусульмане подошли к стенам крепости сзади С задней стороны Их очень много Удивительное дело, клянусь господом Каабы Они удлиняют дорогу, чтобы прийти в Таиф сзади Это Мухаммад, который приходит к тебе оттуда, откуда ты не ждешь Это то, чего я и боялся Пошли к задней стороне крепости О, Господь Каабы, откуда Мухаммад собрал эти войска? Арабские племена присоединяются к нему один за другим Я не знаю, как это происходит, но это похоже на колдовство Колдовство? Почему же он не околдовал племена Хавазинов и Сакифов? Поведение людей зависит от их главарей Тогда мы никогда не отклонимся Будь спокоен, мы сразимся с ним до конца Это осада, Малик, а не сражение Нет, это также и сражение Смотри Там приближается группа людей Вперед к стене крепости Вперед! Аллах привелик Вперед! Стрелки, готовьтесь! Вперед к стене Вперед, храбрецы Стреляйте! 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 Продолжайте сражение! У меня выбит глаз! Посланник Аллаха говорит, отступите на расстояние, недосягаемое для стрел. Вернитесь! Вернитесь назад! Вернитесь назад! Вернитесь назад! Это правда, что они отдалились от стен крепости. Однако они выстроили свои силы напротив ворот. Ты думаешь, что они опять наступят, о Малик? Нет, нет. Они знают, что стены крепости крепки, и нет возможности их разрушить. Да, в таком случае сегодня нам не стоит беспокоиться. Быть спокойными? Нет! Почему же нет, когда мы внутри крепости, а они снаружи? Они не в состоянии приблизиться к нам, и при том наших запасов достаточно на два-три месяца. А что они на этот раз готовят из хитрости осады? Хитрости осады? Да. Ты думаешь, что Мухаммад не размышляет над тем, как одолеть нас? Ты прав, Малик. Когда Курайшиты осадили Ясриб, Мухаммад прибег к крытью рва. К какой же хитрости они прибегнут сегодня? Я думаю, что Малик очень спокоен внутри крепости. Нам следует изучить дело. Что вы думаете? Я думаю, воспользоваться темнотой ночи. Я исследовал стены крепости. Там много слабых мест. С юго-восточной стороны земля извилистая. Можно незаметно приблизиться к стенам. И стрелки находятся далеко от этих стен. Если мы возьмем веревки и крюки, то сумеем перелезть через стену под покровом темноты. Я был возле посланника Аллаха, когда до него дошло то, о чем ты думаешь. Он сказал, не делайте этого, так как стрелы сакфов не ошибаются в цели. Посланник Аллаха не хочет кровопролития и потерь кого-либо. Мы слушаемся повеления посланника Аллаха. О, отец Фазла, он лучше знает, что нам делать. Субтитры создавал DimaTorzok Что это у отец Фазла? Это камнемет. А другое? Это осадное орудие. Хвала Господу Каабе, что мы не вышли к ним. Каабе, что мы не вышли к ним. Несомненно, пробьют стены. Будьте готовы, доблестные воины посланника Аллаха. Проклятие! Пошли, Малик! Отдалитесь от стен! Отдаляйтесь! Откуда ты это принес, о отец Фазла? Эта идея принадлежит Салману Аль-Фариси. Вперед! Вперед! Отдаляйтесь! Откуда? Субтитры подогнал «Симон» 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 Однако остается одна трудность Запасы еды и питья Мы обязаны уменьшить довольствие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Халид Не отчаивайся Лучше подумай о том Как мы вдвойне им ответим Идемте, братья, вперед! Идемте, братья, вперед! Движение на стенах! Я хотел бы, чтобы они вышли из крепости И мы сразились лицом к лицу Убить его! Идемте! Убейте беглецов, а остальных приведите в замок Рабы убегают от нас О, если бы я поймал Абу Бакра, я выпил бы его кровь Они раскроют мусульманам наши слабые места И мусульмане воспользуются этим Кто их направил на это? Это то, что я не могу понять Они перелезли через стены с помощью веревок и крюков И спустились вниз по стене И никто их не замечает? А где охрана? Где стрелки? Где они? Это слабое место Как рабы узнали об этом? Как? Как? Мы вернем этих беглецов А рабы возвращают беглых рабов Тогда пойдем и позовем их А Мухаммад, он пойдет нам навстречу? Он обязан пойти нам навстречу Верните нам наших беглых рабов Верните беглых рабов О последователи Мухаммада Не выходите за рамки законов арабов Не нарушайте традиции и обрядов Верните наших беглых рабов Верните наших беглых рабов Верни их нам, о Мухаммад Мухаммад Верни нам наших беглых рабов Посланник Аллаха говорит Клянусь Аллахом, я этого не сделаю Эти люди, освобожденные Аллахом Свободные рабы Аллаха Свободные рабы Аллаха Мы освобождены Мы освобождены Нужно искать выход из положения Продолжение осады приведет нас к гибели Клянусь Господом Кабы Как безнадежны твои рассуждения, о мой брат Я вижу действительность И не поступаю, как страус, погрузивший голову в песок Идем к Малику Мы обсудим это с ним Укажи нам, где слабые места в крепости Чтобы я смог воспользоваться ими Это там, откуда мы вышли Но они знают об этом Если бы ты остался там И сообщил нам об этом тайно Какую великую пользу мы получили бы от тебя Я ему говорил об этом Однако меч опередил судьбу Давайте подумаем над тем Как пробить эту проклятую стену Этой ситуации опасно для нас Так долго продолжаться не будет, о Халид Что ты говоришь, Аббас? Прими мои извинения, Абубакра Я слышал, что посланник Аллаха направил Науфала сына Муавията к племени Даслай По вопросу отхода Отход? Это правда? Что подтолкнуло его к этому? Что он ему сказал? О, посланник Аллаха Лиса в норе Если ты встанешь у норы, то ты ее возьмешь А если отойдешь от норы, то выманишь ее наружу Что ты говоришь? Мы остаемся или уходим? Он нам дает один день, чтобы испытать их сражением В таком случае это разрешит ситуацию Удивительное дело, клянусь Господом Кабы Как будто они хотят разрубить скалу Как животное, бодающее большой камень, чтобы сдвинуть его И в один день оно само остается без рога Я боюсь, что придет день, когда она столкнет скалу Никогда она его не столкнет Мы будем противостоять им до конца века Никто не сможет противостоять до конца века Тогда мы должны найти путь для переговоров Я не вижу никакой пользы от этой осады Это то, что решил посланник Аллаха Разве посланник Аллаха решает неправильно? Ты с конницей оставайся в тылу Кто знает, может Малик решит нас преследовать Клянусь Аллахом, если он решит нас преследовать Этой саблей я с корнями вырву его гордость и надменность Когда отходим? К концу ночи Сохраняя бдительность и осторожность Сақифы даже не почувствуют, пока мы не окажемся в Джагране С благословения Аллаха! Готовьтесь к отправке! Готовьтесь к отправке! Готовьтесь к отправке! Продолжение следует... 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 «Кто вы такие? Мы делегация Атхавазинов. Атхавазинов? Да, мы все мусульмане. Мы верим в Аллаха и его посланника. Не попросите ли вы для нас разрешения?» «Воистину сказал правду посланник Аллаха. Добро пожаловать, о люди Атхавазинов. Кто из вас будет говорить? Зухайр, сын Сарда, из племени сыновей Саада. Добро пожаловать, о Зухайр. «Приветствуем, сыновей Саада, сыновей Бакра. Что вы желаете? У нас общие корни и родство. Нас постигло несчастье, о котором вам известно. О, Зухайр, что побудило Атхавазинов совершить то, что они сделали? В каждом народе есть черное и белое, хорошее и плохое. Теперь мы перед вами все мусульмане, которые верят в Аллаха и его посланника. Мы говорим посланнику Аллаха, что среди нас есть его тети со стороны отца и матери и его кормилица. Ты говоришь правду, о Зухайр. Воистину, посланник Аллаха был вскормлен у сыновей Саада из племени Бакра. Мы вскормили грудью Хариса, сына Шумарри из племени Гассани, и Нумана, сына Аль-Мунзира. Мы отреклись от них и пришли к лучшему из покровителей. О, Зухайр! Воистину, вы пришли к лучшему, чем Харис и Нуман. Мы верим в посланника Аллаха, в его щедрость. Он человек, на которого мы надеемся и храним в глубине своей души. Пощади женщин, измученных судьбой, разрозненных от неурядиц. Посланник Аллаха сказал, Ваши женщины и дети принадлежат вам. Они не были присвоены мной и сыновьями Абдул-Муталиба. Ваше имущество тоже полностью принадлежит вам. Хвала Аллаху и спасибо посланнику Аллаха. Мы благодарим посланника Аллаха. Воистину, Малик потерял все. С Акифами не случилось то, что случилось с Хавазинами. Это благодаря нашим божествам Ахмар. Они внушили мне не рисковать семьей и женщинами и вернуться в крепость Айф, где они находятся. Однако, мы должны протянуть ему руку помощи, так как он наш друг и союзник. Мы были близки к поражению от Мухаммада. Почему бы и нет, о Ахмар? Мы протянем руку помощи Малику. Малик! О сын Ауфа! Приветствую вас обоих! Что с тобой, о сын Ауфа? Я печален от того, что постигло вас из-за нас. Но ведь нас не постигло то, что постигло вас. Зачем же печалиться? До меня дошли сведения, что Мухаммад возвращается к нам в Таиф за мной. Мы встретим его. Нет, не в этот раз, о Кариб. Не в этот раз. Он возвращается с еще большей силой и с новыми орудиями, о которых мы раньше не знали. А что, по-твоему, нам нужно делать, Малик? Я боюсь, что предложу вам более неблаговидную идею. Что это за идея? Я пойду к нему под вашим покровительством и приму ислам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok